привет привет мои дорогие я прошу прощения три дня у нас не было видео я даже не могу сказать что месяц время снимать а про монтировать это вообще отдельная история потому что это нас есть и минимум часа потратить на монтаж это все время и маленько пропали но я как бы вас предупреждала вы знаете что у нас тут жопка в мыли и одно второе третье поэтому не успеваю сегодня буду исправляться немного покажу что у нас и как я планирую сегодня поехать к стоматологу и в общем посмотрим как пройдет этот день ой девчонки я такой блогер вообще короче получила я уже пару дней назад заказ фаберлик разложила потом думаю что не показал потому что меч от спорта к сам чем ты пользуешься с фаберлик заказала вот такой вот набор кремов потому что сюда приехала и что-то крема никакие особо собой не взяла тот который взяла он у меня закончился есть дневной крем он даже защитой шестерочка приятная легкая текстура мне очень понравился цвет приятный крем дневной ночной и вот такой вот для век потом все равно здесь стираю заказала стиральный порошок и отбеливатель и ловушки для стирки когда стираешь разные цвета разную одежду разных цветов то я закидываю вот эти вот ловушечки и тогда не линяет белье точнее налиняет но не портит другие вещи вот она у меня здесь уже заканчивается поэтому взяла это там много у меня большая стика я закидываю по 4 штуки но это когда у меня много белья и когда она разношерстная вообще говорят одно и достаточно но я как-то не рискую дальше универсальный жидкий спрей пятновыводитель для таких не очень сложных пятен а вот для сложных пятен я использую вот такой карандаш пятновыводитель его смачиваем и натираем пятно потом стираем как обычно тут у меня тряпочка такая вот как металлическая вот она вот такая вот хорошо и что-то чистить и вот такая вот это средство я уже активно пользуюсь его показывал похоже она чем-то на сив но чистит лучшему есть микрогранулы приятно такой лимонный аромат вот это моя любовь я вообще готова серенады пейте я им делаю все разместим даже мой полы добавляю в воду раковину мою кастрюлю сковородки с другой стороны и еще тут на час пока мы здесь купила самое дешевое средство самое самое дешевое я поняла это сюда налила это не то значит не работает ну не моет она взяла знать и где-то вот так вот налила вот этого средства и перемешала и углу малилуйя начала хорошо это все мыться вот такой вот у меня получился заказ то вот запечатанная это вот у меня то что показалось что открыто гера скажи мяу гер гера скажи мяу мяу скажи мяу вот а еще скажи мяу мяу скажи еще мой у тебя хорошо получается вот он красоточка моя потекушка сейчас поеду на осмотр по зубу антибиотики мне поставят вышла из томатологии врач заняты был не пригласили на укол ну все в пятую точку поставили укол я откажу ну все можно уже идти в мире куда ты жди к врач освободиться в десну еще поставили что так поставили все все аниме основа это сидела монтировала вчерашнее видео смотрю все анимевшая анимевшая губа не двигается так интересно это тут у нас проезжали мы мимо те кто с ноябрьска знаю что многие меня смотрят и переехали с ноябрьска и я думаю что им тоже наверно будет интересно сейчас рядом с северным рынком здесь сделали такую площадку и смотрите какие тут фонтаны малыши он бегает босиком вот такую красоту сделали ну как-то хотелось бы чуть повыше мне кажется красиво красиво было бы так здорово да помните этот фонтан то сколько было разговоров сколько у него денег увалили там все шокированные все были что-то 27 миллионов или больше не помню уже а здесь аж 4 фонтана и совершенно страшно представить суммы которые были заложены в эти фонтаны там кнопочка какая-то сделанная как у нас медведи комови кнопки есть памятник хлебу ноябрьский вот такая тут красота скажу вам видишь тут катаются ну классно покрытие сделали он кайф он карандашик такие скамеечки по кругу цветы так благоустраивает город единственное жалко что знаете вся эта красота сколько будет три месяца снегом все завалит и ничего не будет не видно холода то больше чем лето папа сейчас сидели они ждали меня а я 15 минут просидела мне укол поставили потому что пока врач освободится вышла папе говорю ну рома папе я давайте вы наезжайте отвези папу а я тогда ну и сколько еще буду здесь сидеть не знаю поэтому отвези их их его и он не только уехали меня уж раз пригласили звоню он говорит мы сюда же до папы не доехали ну ладно подожду хочу ждать сейчас идем рядом с цветами упс и какая красота девочки строительные мальчики но ведь сюда красивые сердцевины такой интересный красный пока горит а я вам не говорю мне если походить небо на спина не болит я вот это вами рома пойдем с вами походим пойдем со мной походим это он поехал сейчас папа отвезет взял на миду его 2 на змеи тоже на двигаться да может без неё я пускай социализация да тоже надо погулять пойдем погуляем по городу посмотрим как все изменилось ну а я похожи полезное с приятным так сказать соседу есть такие деревца сюда маленькие были давно и здесь не гуляла вообще высокие стали малюсенькие были сидели их так все развивается договорились рома и здесь встретиться так как красиво нарисовано северное сияние нефтяник и наши местные жители вот он красавчик мой мужчина едет так смотри столько разнотравия разного красивые цветочки разные разные цветут нашли меня вы молодцы а мы что мне повернулись сюда так поехали поздно я позвонила поздно понятно что давай вытряхиваться пойдем гулять называется шли миды социализация вот вроде мы недавно были в ноябрьский дартину здесь не было с апреля а вроде идешь там что-то достроили тут что-то новое там что-то новое как будто давно у нас не было смотришь на это все а мы уже вышли пошли дошли ну куда туда туда дошли 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 комары кусаются я пойдем-то зайдем купим он зачем покупать у нас машинист я бы пойдем-то вернемся назад до машины возьмем шиколку что-то как-то в тюмени такого нету чтобы так много комаров было здесь много комаров такие кони еще голодные так как красота все равно глянь ползают по рукам комары елда как-то зеленым идите до этого красным горело ждите деревца видел как посадили тут тоже все в цветах по ноябрьской гудеть были карусели раньше сейчас больше нет карусели вот тут сладкую вату решили похавать интересно да это стационарно это они сами привозят да это здесь стоит всегда это играть волейбольный да и одно то может ребята сами себе привезли нет все желающие могут играть ох вот такая у меня красота вкусная вот это вот видео что я вам оставляла по поводу пятерочки я тут здесь классно гласно да что вы пришли как вот убираемся и нашла эти горшочки думаю блин на ватчуку возьмем по дну такую него и майонезе да да мы не знаем это по обычной дозе по 8 9 эти 246 там столько штук 20 дороговато 120 до 123 получается ну давай тогда красная цена то штуки 3 думаю взять какие-то циники вообще неадекватные на пряники вот зебра есть а ты пленники мы с собой же привезли или нет или мы забыли какие даже давно съели мы приехали то я их даже не попробовала уже съели вы съели мои родственники опасные японцы раньше они такие были классные здесь эти сушки вообще нету вот такой вот брали то она надюж тогда взяла 145 рублей слушай такая вещь классная надо взять на всякий случай жалко что он один не вижу больше надюша у нас все любит вот эти всякие штуки на взять ему с артемом побаловать тихо не знаю почему дети так любят эти же вкусные тульские муж тульский возьмешь артема тоже любит чё нам кофе на взять надо а тема вот и кофе даже цене какой-то 500 рублей за 200 грамм как-то вообще не адекват поэтому на промзоне и видать здесь за счет этого ценник такой что люди сюда поезжают у нас специально специально какой песик такой питанный какой-то саучек приехали мы в ленту не знаю нам надо витамин на 3 как он там называется не помню не помню и я не помню короче есть такая терапия говорят представьте себе яблоко и в этот момент когда вы представили себе яблоком там короче есть если представили себе желтая зеленая красная то какого вещества микроэлемента вам сейчас не хватает я вам в комментариях напишу по поводу того что какого конкретно вам не хватает мы вчера когда эту терапию так сказать проходили почему потому что смысл такой вам говорят представить только яблоком ваш мозг его окрашивает какой-то цвет соответственно если он окрасил какой-то цвет то он окрасил почему-то то есть он вам дает сигнал чего мне не хватает ну якобы не хватает мы посмотрели зеленое яблоко и это вещество клин забыл как он называется в этих морепродуктах хочу сейчас взять скумбрию скумбрию взять почему взять 99 рублей надюшку очень любит в черный чай любительница насчет сахара столько кладет и потом ее кружки сразу видно на дне атак сахара она считает что его на положите не мешать поэтому зайдем хочу сделать скумбрию по корейским вкусненькую сейчас посмотрю может замороженную возьмем на сделаем апельсины по 200 рублей отборные арбуз по 29 арбуз по 29 может выбрать арбуза пока не слышит меня влияем сушку ничего такого успелого не вижу выбрали какой-то арбуз и вот знаете он маленький маленький навряд ли он будет сладкий но спелый успел а вот астраханский слушая может астраханский лучше взять вам или два взять вот и глянь какой как прям просится год возьми меня а это откуда что-то тело непонятно непонятно просто арбуз просто арбуз выходит он чем 456 рублей на 600 такой вот короче я тут пищу арбуз нашла да он тут это 15 рублей наверно зря я сняла да ну фон такой сопливый а ты будешь его есть значит и приготовишь туда а если я приготовлю ничего какой-то хитрый это по секрету скажу сколько там что положила ой по моему 4 или 5 больше 5 5 5 до 5 ну я думаю хватит нам давай батю положим тоже мускай ему тоже положит это не понимаем сазан или это давай мы что позвоним по видео с иначе мы взяли себе папа гать мне тоже положим вам и спросила больше он год я не хочу чистить ладно почищу ли нам надо а из жаре тоже не хочешь а скумбрии мы так с тобой не нашли скумбрии хотела взять ай блин это здесь горбуша спросите скумбрия найти скумбрия ментай вижу треска камбала горбуша нет никак буша нам с тобой скумбрия нужно пойму нас может где-то в морозильниках терпух наш любимый мне его нравится в духовке делать до маковочку с лучком обжареного внутрь вкусняшка лакерда какая-то а вон акция заехали взяли креветок арбузы здесь я не поняла что за арбузы астраханским я нашла два значит один такой знаешь просился давай бери меня бери только меня а потом они вдвоем начали проситься я поняла но я не могу его оставить не могу как он просится а мне тоже два не надо папе позвонила группа тебе взять арбузом году нас еще в холодильнике лежит половина зеленого арбуза невкусного я давайте вкусного возьму вот это сейчас завезем ему арбуз тоже взяли поедем всем привет сегодня начал тут разбирать запчасти там от секстрейла от мать есть у меня запчасти короче удивился мент смотрю такой а у меня представьте 3 и вот этот наверно скорее всего они это лузга 3 короче это вентиляторы печки так строила 1 конечно сломали что ли и просто ну ладно то видимо я оставлял хотел перебрать этом щетки обычно летят в двигателе и все то есть вот три штуки же только которые у меня остались на нора посреди что за счетки покупать чё так и видеть у меня это все запчасти блин нас радик сейчас решить что сделать хочу разобрать да посреди что за счетки до купить четки до может быть оставить какой-то какой получше не знаете получается сами ппс и пп ну разберу сейчас посмотрю какие получше на счетки прикуплю доставлю но ого себе а у меня есть щетки представьте вот так вот так что я должен взялся и купил видимо так руки и не дошли вот надо на расчет заняться быстренько только жаль у меня нету паяльника с собой вот такие щетки большие должен чертить и мотор отопителя все четко ну ладно родин соберу чтобы был посмотрим какой получше окно вот и все разобрал сразу все три двигателя посмотреть вот это у нас лузгар получается и вот смотрю давайте наверно с этих начнем вот видно да что выборка жесткая то есть вот эти вот видите такие тут выборка очень большая еще так вот еще при этом при всем она не так просто разбираются как я думал я думал пятиминутное дело поменять щетки вот тут тоже видно что выборка вообще офигенская и то есть как бы здесь запас это совсем нету вот как не по мне иногда то есть видите прорез и там блин вообще ерунда не знаю если смысл вообще вот а здесь что это получается лузгар у меня здесь щетки большие еще остаток остаток то есть вот в сравнении с этими да здесь вообще щеток уже по минималке вот они видите насколько то есть эта щетка даже может сказать не касается до 1 из она тут я получается снял пружины но тоже видно что короче караул уже поработали до щетки то здесь щетки то есть еще то есть с этим двигателем возможно какие-то другие были проблемы потому что щетки есть он по факту работал может быть он шумел или еще что я сейчас не вспомню это на протяжении ой блин десяти лет совместной жизни менялась когда оставлял я не помню чё с ним ну скорее всего что-то другая к эта проблема была ли на низких оборотах или на высоких фактом что щетки есть до выборка небольшая это лузгар вот то есть по факту был они он бы поработал но непонятно может быть с обмотки какие-то проблемы поэтому я думаю все это дело выкину а щеточки оставлю и буду знать что но вроде как тип понадежней вот такой моторчик но он такой и по массив не дайте их будет и обмотка но обмотка здесь кстати толще до проводца вот ну фактом что не вижу смысл щетки суда запихивать потому что непонятно чё с ним потому что щетки то были по факту вот все натянуть вот так ударен палец давить еще он бы по факту работал вот как бы тут намного шире намного шире пальцы так что короче не пойму в общем все с этим разобрались так что да это как-то знаете просто не знаю смысла я не вижу потому что у нас обычно всегда это дело блин зимой случается теплого гаража не да и короче за это придется платить денежку на долгий срок не хватит этого всего решения и получается неоправданные траты правильно то есть ты раз поменял деньги заплатил потому что там зимой вообще еще то мероприятие эту печку поменять вот поэтому я так думаю что наверно проще будет новую печку чем потом дважды заплатить за замену так целесообразие что ладно это щеточки буду дальше разгребаться